Планета Нелегко, нелегко полюбить на ней Звенит январская пьюга, вели в них лечит супруга И звезды мчатся по кругу, и шумят города Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга Теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда В любви еще одна, задача множная Пойдешь в друг друга, сложная, сложная Пойдется в матную, но в золотых дней Нелегко, нелегко разобраться в ней Звенит январская пьюга, вели в них лечит супруга И звезды мчатся по кругу, и шумят города Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга Теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда А где-то есть моя любовь сердечная Неповторимая, вечная, вечная И звезды мчатся по кругу, и шумят города Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга Теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда Никога А потом не найдут никогда А потом не найдут никогда А потом не найдут никогда Неповторимая, хорошая стимуля Самое интересное, что сейчас Вот этот Новый год, он как бы пропал из нашего эфира Внезапно пропал из нашего эфира То есть отменили Новый год, как я уже говорила, так в целом, как праздник, ну, думая, что это отключится на раз, а у людей не отключилось. Знаете, у людей, когда отнимаешь что-то, они в стрессе начинают доработать больше, больше, больше нагонять, поэтому все дела были закончены 30-го, а не 31-го, как обычно бывало, когда праздник 31-го. И, соответственно, все подарки были куплены горами, все эмоции были пережиты весь месяц, и как бы вот это вот не получилось, то есть ощущение, но не получилось. Все нашли руки старые, каждый дома смотрел, вот эти вот попкорны, все скуплены были, все сладости были, мне кажется, что это была какая-то пиар-акция. Так, отменяем праздник, они скупят все, пересмотрят все, у них будет хорошее настроение, сделали, что хотели. Правильно, что-то в этом есть позитивное, подумайте. Ты видишь музыкантов? Нет, они ушли. А знаешь, почему? Все стало скучно, я слишком фокол говорит. Нет, ты великолепна, но у нас есть вопросы. Ко мне или вообще? К Ксиве, у нас есть пара вопросов. К Камерастании у нас есть вопросы, но их сегодня задавать мы не будем с вами, а вопросы нам зададут наши дорогие зрители. Кстати, вы заметили ведь, это ведь только традиционные пентовские вопросы, пентовская коробочка с вопросами, но... Тихо! Ярослав что-то хочет сказать. Обнаружена коробочка. Молодец, Ярослав. Мне казалось, что уже все вопросы заданы за столько... Нет, с него не будет такого. Будет что-то новое, что-то будет, я чувствую. Конечно же будет что-то новое. Да. И первый вопрос. О, спасибо, набитаемый остров. Я не могу застенять, потому что я самая молодая, Кирилл так долго мне тут объяснял, я же молодая снежинка, только рожденная. Техасская. 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 Люда. Я взяла сразу самый страшный вопрос. Самый хулиганистый поступок вы совершили в школе из благородных мотивов. Это не вопрос. Ну, как бы, это не вопрос, спасибо. Я просто знала, мы договорились. Тебя оправдали, тебя простили за тот раз. Это, наверное, кто-то обиженный мной сейчас сидит. Явно написал, что я прощаюсь. Держи коробочку. Я прощаюсь. Это может быть благородных мотивов. Но, может быть, есть поступок хулиганский из благородных мотивов? Так это вере же. Мы на свои ответим. Вопросы, кто-то стоит на вопрос или это один вопрос на все? На все, на все. Но это не вопрос. Вы не поняли. Вы хулиган. Это утверждение. Может быть, у меня есть такая история просто хулиганская. Я же хулиган-то была в школе. А мы тебе и видели. Нет, мы заинтересованы. Тебе надо рассказывать. Твой костюм говорит. Ну, однажды мы с девочкой решили побазарить. Так называлось, когда мы дрались в школе. И я ей говорю, базарить будешь? Она говорит, буду. И она такая, упс, зачем я это спросила? И пошли на рынок. На рынок добавишь. А если честно, была такая история. Меня правда обижала девочка. Я один раз в жизни в школе дралась. И меня другая моя подружка подготавливала. Я быстро скажу, наверное, тебе можно показать? Меня подготавливали, если я не расплавлюсь от этого пожара. Я на страховке. И не превратившись в школе. В общем, девочки, запоминайте. В общем, она мне говорит, если она тебя первая начнет, ты будь готова. Но начинай лучше, ты первая. И вот мы стоим, она мне говорит, что ты, что ты, что ты. Что ты она там говорила, что ты, что ты. Кто ты, кто ты, кто ты. И она как будто бы ко мне вот только попробовала подтянуться, а прием был такой. Развернуть его так за шею. И повалить ее. И, в общем, сломать шею. Не, не, не могу поверить. Я сам. Ну, классическое. Нет, нет, нет. Ты хотела на мне прием показать. В общем, надо было вот так сделать. И положить. И завалиться вместе. Да, и завалиться. Будем? Нет? Давайте. Я люблю пожарские бои. Я люблю. Ты поняла, что как бы удушающие за шею не получается. Ты решила перевести ее на удушающие ноги. Можно я удушу твою ногу? А ты, оказывается, борец. Я, конечно, возите все борцы. За спроемирование. Вольные. Это вот было мое начало. А что было дальше? Вольный разбор фишкольный. Теперь вы ничего не знаете. А потом вы помирились. Это была долгая дружба. Теперь она твоя лучшая подруга. Да, Вера, помнишь, как я там была? Она не помнит ее укусил, меня в жизни. Что, что это? Ярослав, расскажи про хулиганство в школе. Из благородных мотивов. Из благородных мотивов? Да, было одно. Я 10-11 класс в другой школе был, чем другие классы. И в один прекрасный день... Все, я должен присесть, чтобы начать переваривать. С 1-го по 4-й класс была одна школа, 5-го по 9-й другая, с 10-11-й другая. И в этой последней школе я все никак не мог в коллектив влиться. А теперь вопрос. Уважаемые снатоки, в какой школе учился Ярослав? Так, тихо. Минута пошла. И в 10-м классе я думаю, ну, была не была. Ничего мне не придумал, как принести в школу водку. Потому что мне не о чем было разговаривать с одноклассниками. И после этого я влился в коллектив. В фазе с водкой. Очень много людей, так именно, выливаются. В фазе с водкой, поэтому ты и вливаешься с ним. И чудом мы не попались, на самом деле. Хотя к одному парню в туалет, как он, ну, все уже. Короче, начальная школа ходила его в туалет посмотреть на аттракцион, как наш одноклассник. Давайте возьмем новый вопрос. Мало того, что он как-то ввелся в коллективных, то он вообще устроил культурный досуг. А для младших классиков мы расстроим акцию, потому что «Дети не надо пить». То есть Ярослав, ты сделал очень много для вас. Социальный проект практически. Социальный проект культурный, как бы, да. Буквально тендер можно объявлять. На второй акт. Вопросы Кириллу из Саши. Ярослав. Серьезно? Да. Ярослав сказал на стриме, что считает шахматы мюзиклом на любителя. Сейчас я встану рядом с Сашей, чтобы наш двойной взгляд тебя сжигал. Для заядных театралов и знатоков той эпохи. Мне, наоборот, кажется, что музыка и человеческие отношения и шахмат — это для всех. И всегда актуально. Ярослав. Я не это имел в виду. Я имел в виду Советский Союз. Для какой аудитории мюзиклом? Коммунист, демократ, хватит мыслить так мелко. Что за чушь? Что за бред? Какая-то попросту. Серьезно. Пацаны, пацаны. Как-то мне не нравится наш тон. Хотите водки? Хорошо. Хочете сидеть? Сака. Сака.